Фибридные судороги. Кажется от высокой температуры, но бывает и не на очень высоком фоне. Об этом, что ребёнок обезвожен. Вы не отпаите во время лекарадки. Думаете, он спит? Пусть спит. В это время идёт обезвоживание. Жилкость теряется и с выдыхаемым воздухом, и с поверхности тела, со всей поверхности тела. Даже если ребёнок укрыт, конечно, излучается, и вы пота не видите, а всё равно ребёнок теряет. Но самое главное, вы его не отпаиваете. Если уже судороги начались, помните о том, что не надо насильно удерживать, выравнивать руки. Или вытаскивать его прижать, или поднять, не тормошить ребёнка. Не пытайтесь что-либо вкладывать в рот, какие-то предметы. Не пытайтесь что-то вливать, какую-то жидкость поить, или даже таблетки давать, или крупиночки даже гомеопатические. Вы можете только в виде спрея гомеопатические препараты, самые противосудорожные, это голодонна, именно на фибрильной судороге, и купру металлику, в виде спрея. Если нет спрея, вы можете растереть крупиночку в порошок, пальчик отмахнуть и прикоснуться к слизи со рта. Вызовите скорую помощь. Обязательно зафиксируйте время начала судороги. Это очень важно. Длительность. Продолжение следует...